Девушки отдыхают Миллионы избирателей Беларуси сделали свой выбор Мы сделали это честно, в соответствии с правом, которым нас наделяет Конституция страны По данным экзитполов, против Лукашенко проголосовали более 80% избирателей Но результаты выборов были сфальсифицированы Александр Лукашенко объявил себя победителем и присвоил наши голоса Каждый помнит это чувство, когда восторг и радость единства сменились на горечь и отчаяние Обман и лицемерие властей заставили нас выйти на улицы Сотни тысяч простых беларусов шли на улицы с одной целью Показать, что наши голоса – реальность Но власти ответили нам водометами, резиновыми пулями, светошумовыми гранатами и дубинками Уже вечером 9 августа более 3000 мирных беларусов были арестованы Дальше счет пойдет на десятки тысяч Мы столкнулись с новой, беспощадной реальностью Нас пытали, насиловали, убивали В это невозможно было поверить, но мы все еще надеялись достучаться до силовиков, до представителей власти Мы были безоружны и наивны Мы все были простыми гражданами, которые вышли из своих домов с мирными целями Но нас записали в экстремисты, оппозицию, врагов и предателей И нам пришлось стать нацией Нам пришлось защищаться и защищать тех, кто рядом Наша страна так и не оправилась с того дня В Беларуси политический кризис Ведущие страны мира, включая Евросоюз, Великобританию, США, Канаду Отказались признавать результаты выборов и полномочия Лукашенко Спасаясь от репрессий, Беларусь покинули сотни тысяч граждан По данным правозащитников с августа 2020 года В ходе подавления мирных протестов и развязанных режимом Лукашенко репрессий Погибли как минимум 10 человек 76 пропали без вести Не менее полутора тысяч получили ранения Более 38 тысяч подверглись преследованиям Около 950 осуждены по политическим мотивам И 476 признаны политзаключенными Большинство из этих людей не собирались вести борьбу с властями Все они стали жертвами Пытаясь отстоять свой выбор Либо выступив против насилия и беззакония Дай интервью про Леху Кудину Ну конечно я дам интервью про Леху Кудину Классный хлопец Как я могу просто испугаться Потому что меня там потом задавят Ну задавят значит Буду как-то выбираться Ну Алексей это тот человек За которого есть что сказать На этом месте мог быть я Я уверен в этом человеке И смело могу говорить Я слов стараюсь на ветер не бросать Ну как я могу не дать интервью Когда знаете Когда я знаю человека Я не боюсь сказать Всякое может быть конечно Но почему я не могу его поддержать Мне не страшно Я даю интервью Я рассказываю правду Как есть Ничего Я не солгал Как видел все Как видел так и рассказал Чего мне бояться Девятого уже не было интернета Мы проголосовали И ровненько подъехали Где-то к парку Там припарковались И пошли гулять Кормить детей Сладкой ватой Попкорном Мы с семьями пошли Девятого числа Погода была шикарная Ближе к вечеру Вот начали Я не знаю как называется Эти вот В черных формах Но это наверное Милиция Они выстроились в ряд И говорили Чтобы люди расходились Хотя Куда расходиться Чего расходиться Мы на площади И при том выходной день Жены ушли с детьми Конечно уже темнело И был такой момент Когда парень Выбросил в сторону Сотрудников бутылку Алексей сделал замечание Тому парню Парень естественно Его узнал Извинился То есть его авторитет Мог повлиять На Даже на такие вещи Только люди начали расходиться В сторону парка Из площади Чтобы разойтись Внезапно Откуда появились Сотрудники ОМОНа Если как-то заков Молодежь Солдаты били щитами Со скамейками Скидами Которые даже не были На площади Девушку ударили По спине Молодую студентку По спине Дубинка Она упала на колени Ее подпасили под руки И подащили в козак Ну дичь После детства Он потом приехал И вот рассказал Что гоняли Как собак И он был Не то что злой Он не понимал Вообще что происходит Как такое может быть Мы за все это время Сколько живем В Беларуси Такое вообще не было Никогда И почему Причина какая Я понял Что завтра Будет 10 число И мы с ребятами Договорились Обязательно Поехали Себя на площадь Мирно Мирно Выказывать Свой протест Тем что происходит В стране Тем насилием Которое было 9 числа Приехал вот Виталик Вот Смелейки Вот друзья его Вот Олег Шульц Гоша Интернета нету Люди вообще не имеют Никакой информации И они собрались Посмотреть Говорят Солнышко Только чтоб я не волновалась Да все хорошо Да все хорошо Ты что Ну мы опять же Мы пришли Мы же не пришли Туда дебоширить Мы пришли Посмотреть На тех людей Которые тоже не согласны Ну и картина Конечно была там Такая Люди на коленях Женщины Там молодежь Стоят перед Отрядом Хорошо вооруженных Силовиков Перед ними Стояли на коленях Показывая Что они Мирно хотят Узнать правду А мы стояли Метров где-то 100 Наверное То есть это Немножко дальше Посмотрите Эти фотографии Дети стоят Все они стоят В сланцах В шортах Никто не заряжен На какие-то На какие-то бои То есть это же Не гопники Я-то своими глазами Могу рассказать Что такое гопники Здесь у нас во Франции Это манифестации Типа происходит Группы косеров Это люди Которые Грабят магазины Дерутся с полицией Это профессионалы Своего дела Их сразу видно Как они одеваются Что у них в рюкзаках Как они действуют То есть Насколько они Исплочены То есть Ну А здесь что мы видели То есть Это простые люди На фотографиях На лицах Все написано Мы там Может находились Минут 15 На этом месте Куча знакомых Друзей Все подходили Здоровались Спрашивали мое мнение Там о ситуации Вообще Как что Как жизнь И мы стояли И общались Я помню Что дается Какая-то команда И со стороны площади Начинают Такие Щит Лязгивание Щитов Дается Команда И вот этот Строй Со щитами Солдат Начинает Идти на нас И начинают Бить людей Просто не то Что их вытесняют С площади А на моих глазах Реально Те кто стоял На коленях Их начали бить На коленях Которые ребята Там стояли Покромсали И пошли В нашу сторону Обострения Никакого не было И ничего бы И не произошло Но поступает Команда Двигаться В нашем направлении И все Пошел хаос Людей начали бить Там этот Гав пустили Это понимаете Там Я вижу Что там Лежит парень Девочка Там лет 15 Молоденько К ней прибегает Такой там бал Метра по два Дубинкой По ногам Там лупит Кому надо Это было Насиливать Зачем Вот это Вот Мы постояли Люди Вышел бы Там Главный Милиционер Или Или Мэр Или еще Кто-то Объяснил бы Людям А у нас Что Разговаривают Только Дубинками С народом Ну что Что Происходит И вот Дальше Начинают Избивать Одного Второго Третьего Доходит Очередь До Алексея Многие говорят Давайте уйдем В парк Чтобы не было проблем Хотя Многие У меня были Такие мысли Почему Мы должны Уходить Если Мы просто Мирно Стоим Общаемся Против Закона Он ничего Не делает Даже Когда Двинулся Эта колонна Он там Даже Рук С кармана Не достал То есть Он стоял Просто Стоял Ждал Он хотел Просто Поговорить Спросить Почему Так Происходит Вот эти Солодыки Вытесняли Людей Приблизились Ко мне Ну да Метра Может Три И стали Передо мной Боевой готовности Побежишь Да Они Обычно Ухватают Тех Кто Бежит Затем Солдаты Еще Стали В Боевой Цель И Приблизились Ко мне Буквально Может Метра Полтора Еще Подошли Ближе И я Сделал Шаг Вперед Ну В сторону Солдат Поднял Руки Показав Что у меня Логонь Чистая И просто Сказал Что Ребята И меня Бить Будете За что И за что Мне Струя Газа Второй ряд Уже Сотрудников Начали Заливать Людей Газом Уже Согинается Руки Скидывает Наверх Как бы Там Закрывается Ну И все И в это Время Понеслись Дубинки Сколько Раз Надо Тебя Ударить По голове Дубинкой Чтобы Ты ответил Или Что ты В этот Момент Сделаешь Когда Ты Понимаешь Что Тебя Просто Избивают Понес Шквал Ударов Дубинок Со Вторых Третьих Рядов По нему Как бы Он Развернулся Начал Убегать Ну А дальше Покадровая Съемка Это Все Вы Рез Удар И В Пропускаешь Удар И На долю Секунды Теряешься И Тыльной Стороной Ладони И Просто Бью Пощечину Снизу Пощечину В Скулу И Он Падает Просто Наглухо Там Была Грубо Пощечина От Которой Там Сотрудник Упал Когда Мы Уже Бежали Уже Видели Там Один Сотрудник Уже Лежал После Этого На Пути Насколько Я знаю Встретилась Еще Там Пару Человек Алексей Уже Когда Развернулся Начинает Убегать От Них Навстречу Ему Сбоку Попадается Омон Чувствую Второй удар Сбоку Я Развернулся В левую сторону Резкий Разворот И он Второй раз Замахивается И Бил И Он На Студ Занил Действие Немножко Медленно Я Успел Уклониться Был Толчок И Алексей Побежал Если бы он хотел Нанести Увечья Этим Людям Он бы Работал По ногам Он бы Сломал Одно Колено Сломал Бедро Людям Своими Ударами Это же Была Самооборона Представьте Как бы Вы могли Избежать Конфликта По другому Когда У вас Уже Бьют Дубинками Алексей Мог Сразу Подойти И Раскидать 10-20 Сотрудников Зная Алексея Его Габарит Он Не Сделал Это С позицией Силы Но потом Через Некоторое Время Леха Прибежал Сильно Очень Сильно Ему Досталось Получается Я Насчитал 5 Гематум 5 Шишек На голове На дубинах На затылке Она Рассосала Сход Шишка Под толстым Слоем Кожи Запеченная Кров Такая Клава Ну и все И мы В принципе Отошли В сторону Парка Я помню Алексея Словаш Что тут Делать Давайте Расходиться Алексей Пошел Домой Все Я потом Дошел До зала Набрал Ему Говорю Ну что вы Там Где Он Говорит Вот Домой Захожу Поеду В больничку Съезжу Потому что Голова Годит Дошел До дома Спокойно Берю Сбор Сейчас Машины Думаю Поеду Сделаю КТ Ну мало Реально Голова Гудела Это Такое Состояние Такого Нокдауна Тяжелого Потом Он Мне Рассказывал Говорит Я Еду Навстречу Мне Говорит Три Или Четыре Машины Сотрудников Едет Я Говорит Проехал Даже Не подумал Что Едут За мной Могли Были Реально Позвонить Сказать Алексей Вы Там Были На площади Надо Дать Есселье И Я Вопрос Я Человек Незвоязвивый Я Я Я Я Бился В РВД И Объяснил бы Что Было Так По пути Следования Да Его Группа Захвата Там Задерживала Очень Жестко Я Подрезаю Кумазик Смегалками Я Видю Что Открывается Задняя Дверь В этом Лазике И С нее Вылетает Черная Граната Хлопок Разрывается Они Бегают Сразу Сторон Спирком Работает Собор Было Много Очевидцев Которые Были Которые Видели Что Произошло Бьют Кастетами В голову Потом Стреляют Бабахом В грудь Три пули С остальным Сердечником Заходят Я Ставлю Руки И Чувствую Мужики Выхожу Все Выхожу Я Помню Был Хлопок И Чувствую Жение В груди Чуть ли Не в упор Там Стреляли С этих Травматов Станутся Шрамы На всю Жизнь Скорее Стреляли Из Рыси Три пульки Резиновые С остальными Сердечниками На груди Понимали Гематома Сердце Выходило За грудь За мышцы Груди Еще Есть Такие Белые По 3-4 Сантиметра Шрамы Когда Видно Эти пульки Прошли По телу Отрикошетили И порвали Шкуру Боли До сиху Он Мне показал Ранение Когда В него Стреляли Руку Свою Когда Была Она Тоже Посетили Палец Видите На весь Палец Шел Получается Мясо Висело Перебили Нервы Пальцы Висеть Чувствую Спорт Чувствую Одна Пуля Пробивает Путь Пули Был До 4 Сантиметров Я смотрел Эти шрамы Я чувствовал Что у меня Под задницей Под ногами Ручает плюх А сраны Кстекла Трюмей Ветекала Я весь в крови Как будто Меня резали И скучали В крови Когда машину Я забирал Я сел в машину Вся машина Была в крови Руль Все Сидушки Коробка передач Все Вся панель Была в крови Он же при этом Когда идет приемка Он же останавливается Уже видит Как идет работа Ложит руки Вот смотрите на меня Я расскажу больше Три из них Из шестерых Три из них Это вообще его ученики То есть они Выросли на его боях Он помогал им Ну технику ставить По тайскому боксу По кикбоксу Помогал им Готовиться к соревнованиям Зачем Жестить Как он говорил Озвучили Вот этой вот Группе захвата Озвучили Что якобы Он убил Сотрудника Милиции Получается Мне руки Только За спину закрутили Я отдал руки Спокойно И один из них Надо мной Наклонился Когда Меня Угу И Застегивал И сказал Мне Леха Нам скажешь Ты мента Завалил То есть понятно Какое отношение К задержанному Будет Когда у вас Установа сверху Что человек Завалил мента При задержании Ему наносят Максимальный ущерб А чаще всего Его убивают То есть Это же надо Спросить у командира Собра Ну зачем Вы этот приказ Давали Вы же знали Что никто Из милиционеров Ты не умер Меня в камеру Посадили Пытаюсь найти Ремень Штурок Немножко перетянуть Верно на руке Потому что кровь Реально Чтобы вы понимали Через полчаса Майка была Как будто ее Кунули Кровь Сидел Обрекал И потом В какой-то момент Я потерял сознание И очнулся На полу Два или три раза Так что такое Происходило Что ему Так как ему Сценарий терял Я проползаю В дверь Стучу в дверь Никто не подходит Стучал несколько раз Через некоторое время Открывается дверь И ко мне Присаживается На корточки Начальник РОВД Реально Приезжает скорая Меня выводят С камеры Измеряют давление Делают укол Осватывают голову Осватывают рану Рану Перевязывают Ну и доктор Такой дядька Обывалый Такую фразу кинул Если вам надо Тут жмур Скорое время Что может окочулиться То ну Я опишу Что занимаюсь Ответственность Бежите Что протокол Что вы мне его не отдали Они говорят Ладно Хорошо Везем в больницу Меня целая группа Сопровождения Выводит Не просто в наручники А меня Каждую руку На каждой руке По наручникам И приковывают Каждому сотруднику Еще плюс Конвой Говорит Два влазика Мы сидели там У нас в федерации На президиуме На собрании президиума И вот сообщили Что Лешу Кудина Взяли Это было Казалось Недоразумением Я во-первых Немножко не поверил Появилась информация Про Лешу Я сначала не поверил Потому что Не представлял Что Леша Может оказаться Где-то На каком-то месте Я был шокирован Меня вообще Мало что может шокировать Но то Что такое Произошло с человеком Которого за спиной Такая большая семья Такая большая ответственность Леха Человек комфортный Я бы даже сказал Что он В какой-то степени Валенок В том что Допустим Лешу раскачать На какие-то крайние эмоции Очень сложно Лет 10 Мы жили В молодежной В самом хулиганском дворе Если дед Даже вот Приходил на защиту У меня Он пытался Словесно решать Все Всегда был За справедливость За честность Ну Никогда там Не давал В обиду Какого-то слабейшего Всегда там Заступался Но опять же Заступался Словом Он контролирует Полностью свои эмоции Полностью понимает Свои лимиты Он никогда Первым никого не тронет Никогда в жизни Если были конфликтные ситуации Где-то На дискотеке То он всегда приглашал всех На завтра В 7 вечера На тренировку То есть на улице С кем-то драться Или ударить Или там Ну нет Вот чтобы первый Кого-то где-то там Он ударил Во-первых Человек знает себе Цену И знает силу Поэтому узнав То что так вот Произошло с Лешей Я Причем был так уверен Что наверное Того требовала ситуация Никогда Леха Не ударит первым Никогда Я на 200% В этом уверен Я понял Что скорее всего Он защищал Именно свою жизнь В этот момент 15 лет Алексей Пошел заниматься В качалку Ну в качальный зал Грубо Тогда начали На видеокассетах Появляться Бои И у него Начало Появляться Появляться В глазах Вот этот Азарт Тяга К единоборствам Узнал он Что есть у нас Молодежный Один тренер Петрович Олег И все Он отдался Полностью спорту Он все время Вот Ну и мы как-то так Познакомились Приняли его В свою компанию В свою движуху Да Да Я спину Наверное Что она делает Уху Леша Кудин такой человек Которого не заметит Просто невозможно Огромный У него огромные Кулачище Даже пальцы Огромные У меня наверное Охват бедра Так и рука У меня с ним было два боя Первый по любителям Это был чемпионат Беларуси По таиландскому боксу Отборочный Чемпионат мира Январь 2006 года Два богатыря Вот они сражались В том бою Победил Леша Звание чемпиона Республики Беларусь Весовой категории Плюс 91 килограмм Я держал Путин Поехал на чемпионат мира И тогда он стал Первый раз чемпионом мира По таиландскому боксу Играл три боя Досрочно Нокаутами Все Вот с этого он стал Держать первое место В своем весе И По сей день Как бы У нас в республике Нет равных ему Много-много лет Был чемпионом мира По таиландскому боксу Пять или шесть миров Подряд выиграл В супертяжелом весе Это как бы Лучшее достижение Во всем мире Единственное в мире Кто смог Достичь таких успехов Помимо этого Он чемпион По кикбоксингу Закончив карьеру Кикбоксинг И тайском боксе Лешка пошел В ММА Буквально Три-четыре боя И у него все У него пошла Карьера вверх Ему начали Постоянно Предлагать бои 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 Да много что выигрывал Девять или десять раз Был чемпионом мира Пука-один Тайский бокс Очень много Честно говоря Вспомнить это нереально Вот он уже пять жизней прожил Потому что Ну столько Поездил По разным странам За ним приятно смотреть Яркий Красочный Волевой Всегда Шел на победу Он сам по природе Панчер Мы его часто Как бы Дразнили Потому что У него был такой стиль Ну сейчас выйдет Леха Будет бить свой джебчик Леха И он вот этим своим джебом Джеб Ну удар передней рукой Типа который должен быть Достаточно легкий Но этим джебом мог просто Нокаутировать И спопадал Это состояние Такого носорога Что ли Да Вот этой такой Животной силы Позволяло ему побеждать С таким Приятно Приятно боксировать Он не бегает Там по очкам Что-то там Расстреливает Там убегает Все Встал И Боксирует Грубится С Лехой Познакомился По большому счету Я в бою Я за него Слышал много До боя Да Он нормальный Крепкий спортсмен Перспективный Очень Вот В бою В клетке Он это показал Показал свой характер Я тоже от него Плюх Хороший ударчик Пропустил Жесткий Я так Честно говоря Успел собраться Не успел бы собраться Еще бы там пару ударов И мог бы Лехе проиграть Тогда в том бою Он принимает любой бой Он не ищет легких соперников Давайте мне любого Я любого беру Вот Такой вот у него Менталитет войны Он получил победу Получил Не получил Не получил Бывали разные Там Драматичные Там Грустные моменты Которые он смог Переступить Пройти Ну и двигаться дальше Да С Волковым было Да Они вдвоем Конечно Друг другу Там понаносили Все И голь у него Была зашита И он приехал И тут Лицо у него Конечно было Я помню Он проиграл Бой Шабанука Он просто За Буквально Три месяца Набрал форму Показал характер Он показал зубы Он просто вышел И сделал нокаут Показал Что он Может перестроиться Может доказать То есть он От своих поражений Становился только сильнее И спотыкался Поднимался Шел дальше Поэтому очень важно Постоянство Именно постоянство Дает какой-то Толковый результат А вот такие яркие вспышки Очень талантливые ребята Начинают и пропадают Начинают и пропадают Леша отличался Постоянством За что Как бы у него Все это И получалось И есть Самое трудное Это не выходить Уже в октагон А сама подготовка Это два раза в день Тренировки А то и три раза в день Когда Леха Начинает работать Просто тогда Все смотрят Он просто пашет Пашет Без остановки Он конечно Очень был всегда Работоспособен И не только Под присмотром Наставника А и самостоятельно Это вот его Такая очень большая И важная часть Две три тренировки В день он делает Получается С утра Он может быть Кросс бежать Десятку с гантелями Там разбросаться Там булыжники покидать Приехать домой Немножко отдохнуть В обед Какую-то гимнастику А вечером Приезжает уже к нам В зал И там мы уже Спарринги И опять же Там физуха Железо Статика Постоянно пытается Развиваться Меняют какие-то Методики Вот говорю Сколько его знаю Каждый раз Что-то пытается Изучать Что-то пробовать Он очень много Тренировался На природе Бежишь Продеваем темп Потом раз Там столько-то Отжиманий Потом бежишь Там столько-то Приседаний Раз там Будь с тенью По дороге Там что-то Делаешь Вперед Бутылки шампанского Насыпал туда песка И вот Какие-то Булавы Эти крутят Леша Такой Из разряда Спортсменов Которые Камни потолкать И бревна Попереворачивать И дрова Порубить Такой Этнический Боец Огромный дуб Питался Энергией Вселенной И Родной Земли Мы Постоянно Остепали Что Леха Ты как Астерикс И обеликс Наверное Пропионат Упал В детстве Ты сейчас Такой здоровый Потому что На самом деле Я Никогда Не видел Что он Даже Какой-то Дополнительное Спортивное Питание У него Было В подкомнате На сборах Чтобы у него Были Какие-то Протеины Не-не Все чисто Творожочек Сальца Того Мясо Должно Быть Такое Это Бобровая Струя У него Какие-то Свои Народные Методы Если Он Даже Где-то Выигрывал Я не скажу Чтобы Например Чтобы он Приехал Кричал Я вот Выиграл Я там Чемпион Нет Он Все Это Спокойно Очень Скромный Парень Никогда Не кичился Ни Своей силой Ни Своими Достижениями Бабушки Спрашивают Какой Ты Большой А Кем Ты Такой Работаешь А Он Я Докер То Он Никогда Не Кичился Что Он Чемпион Мира Или Что Он Боец Он Не Только Физический Он И Внутренний У него Дух Настолько Сильный Вот Он Такой Надежный Спокойный Добряк Я Не знаю Ни одного Человека Который Негативно Как-то Отзывался О нем Кажется Такой Монстр Носорог А внутри Большой Добродушный Белорусский Приятный Человек Такой Балагур Он Шутник Такой Вот Располагающий К себе Ты понимаешь Что от каждой Встречи с ним Ты получаешь Позитив Не мутный То есть Общаясь с ним Я понимаю Что он не мутный Человек Находит язык С любым Человеком То есть Там Вне Зависимости Там Статус Ранг Там Какое-то Звание Призвание С России Если возьмем Он С Харитоновым Общается Очень хорошо С Александром Волковым Самое интересное Что со всеми Соперниками Со всеми Соперниками У него Со всеми Дружеские Отношения Он Всегда По-дружески По-доброму Проиграет Ли выиграет Там Не важно Но Потом Рассказывает Там Вот Поехал К нему На сборы Там С ним Тренировались Мне кажется Как так Они же Дрались Там Ну Они же Кто-то Там Из них Победил Мы Стали Дружить Пересекались На многих Мероприятиях У нас Общий Круг Друзей Представляете Вот вы 25 минут Вырубитесь И после этого Он стал Им Друзья Я таких Людей Не видел А вот Он Может Так Чтобы С ним Не Дружить Это Нужно Умудриться Отзывчивый Готов Максимум Внимания Уделить Друзьям Всем Готов Прийти Всегда На помощь Какая-то У кого-то Проблема У нее Вникать Начинает Я говорю Лех Да это Наши Дела Говорит Куда Сюда Он Говорит Серега Давай Чем Помочь То есть Парень Открытый Вообще Как бы Искренность Это Такая Высшая Что ли Разговаривая С человеком Понимать Что он Говорит То Что Думает Когда Мы Созваниваемся Или Встречаемся Мы Говорим Друг Другу Брат Я Могу Назвать Друг Друг Настоящий Друг С добрым Сердцем И С Открытой Человеческой Душой Вот Таких Людей Вот Я еще Не Встречал То есть Я Много Людей Повидал Многим Глаза Посмотрел Но Таких Людей Еще Не Встречал К чему Он Не Относится Он Ко всему Относится Очень Серьезно К спорту Серьезно К семье Серьезно Очень Много Спортсменов Которые Могут Где-то Что-то Делать Неправильные Вещи А он Полностью Семенен У него Несколько Детей Дом Жена Собака То есть Даже Если Куда-то Едет Где-то Уезжаем Соревнования Поехали Еще Куда-то Вот Он Вечно Про Детей Тоже Какие-то Истории Рассказывают Мне Часто В городе Ну Там Знакомые Говорят Леху Видел Ну С танкой Шел Говорят Ну Это Все Говорят Такой Замечательный Знаете Контраст Когда Вот Огромный Такой Парень Здоровый Такая Хрупкая Такая Стройная Девушка Рядом С С полусловным Он Очень Порядочный Это Человек За которым Вот Не страшно У Который Стержень Есть За которым Я могу Спрятаться Я знаю Что я могу Остаться Без работы Или еще Что-нибудь Он Всегда Ну Он Будет Первым То Есть В этом Смысле Я За ним Как За каменной Стеной Он Безумно Хороший Папа Пускай Полежит Папа Отдохнет Он Устал Видишь Ему Хорошо Давай Отец Он Замечательный Дети Для него Они На нем В прямом Переносном Смысле На шею Он там Носят Он все Занимается То есть Он занимается Конечно Очень Очень Много Времени Уделяет Тоже Детям Когда дети В школу Он детей Подымает В школу То есть Меня Он не будет Он Встал Всем Приготовил Завтрак Всех Отправил Для него Сначала Семья А потом Уже Спорт Действительно Он очень Хороший Отец Хороший Муж Мы вместе Рожали С ним Двоих Детей Отрезал Пуповину То есть Вот это Вот Все Он был Со мной С первой Схватки До Родов Поэтому Я Лешу Не то Что Полностью Доверяю Но Он Иногда Даже Может Лучше Чем Я Но Семьянин Не только В отношении Своей Семья А Семьянин В отношении Своей Большой Семьи Патриот Своей Страны Поэтому Он Не видел Жизни И не Видит Без Родины Как правило Люди Такого Формата Уезжают Куда-то Где им Удобно На сегодняшний День Все уезжают В Америку Там Остаются Или В Европу Уехал Он Везде На всех Мировых Аренах Представляет Республику Беларусь В Америке В Японии Где бы ни Бился В Европе В Таиланде Он выступал Он везде Выходит С флагом Беларуси Везде Ставится Чемпионом Мира Чемпионом Мира Из Республики Беларусь Алексей Кутин Ему предлагали Выходить Может быть И под российским Флагом И там Как-то еще Но вот он Он патриот Своей страны Алексей Кутин Беларусь У него Предложений Очень много Даже я Как бы знаю Не говоря о том Что там Их еще Значит больше О которых Я не знаю Но вот Не преследовал Этой цели Леша Хотел И хочет Жить в Беларуси И если он решил Что мы будем жить В Беларуси То я за Он остался В Молодечно После всех своих побед Он возвращался В свой город Мы живем В городе Молодечно Это Минская область Где-то 60 километров От столицы Он говорит Я там вырос Это моя родина Ну Мне нравится Там жить Ооо Знает Каждый второй Если не каждый Ну все знают Города Говорят Что я представляю Беларусь И город Молодечно Леха наш человек Патриот Быть патриотом Своей страны Это нормально Быть патриотом Своей семьи Это нормально Быть патриотом Своих друзей Это нормально Это твоя вселенная Это твоя вселенная Которая Тебя наполняет Держит Заботится о тебе И соответственно Ты должен об этом заботиться Вот представьте себе Что вы живете в Молодечно Представьте Что вы уже 20 лет Герой этого города Молодежь Она Восхищается таким Ну такие чиновники Они тоже его везде Приглашают его Вас все знают С вами все здороваются И вот Если понять Что произошло дальше В этом городе Это буквально Уже на следующий день Все шумело Потому что Алексея много кто знает Поступало Море звонков Там Десятками Это было одновременно Вот с двух телефонов Было очень много звонков Звонили даже Люди предлагали собаку Выгулять Посидеть с детьми Ну хоть какую-то помощь Я В этот момент Я был в пригороде Парижа Я сразу взял билет И через день Я уже приехал Прилетел я Наверное 13 Я не помню Вот это был первый день Когда я въехал в город И весь город Женщины стояли Такого города Я не видел Я просто видел Женщины боятся Но стоят Я въехал У меня волосы Вот так вот встали Я думаю Что происходит в стране И я Вот эту боль Которую я перенес Через свое сердце Я записал свое обращение Ничто внутренних дел Юрий Хаджимуратович Карая Обращаюсь как к председателю Федерации кикбоксинга И тайского бокса После моего ролика Я уже не вернусь В Беларуси Я уже это прекрасно понимал Тема Лешкина Наверное коснулась И тронула Тронула безусловно всех Мы делали там И характеристики Леши И через федерацию Решали вот этот вопрос Чтобы как-то подписать ему Характеристику от федерации Я написал несколько писем Следственный комитет С просьбой освободить Под домашний арест До рассмотрения в суде Как бы поручился за него Леша Такой человек За которого невозможно было не вступиться Да Потому что Ну вот у Алексея Просто максимально положительная Была репутация Многие спортсмены В поддержку Алексея Там репосты выкладывали И наши ребята И с России ребята И за рубежа ребята То есть Все максимально отозвались Я обращаюсь ко всем спортсменам Единоборцам Я уважаю этого парня Я делал все возможное Для того чтобы Как-то помочь Его семье В данной ситуации Да все очень сильно переживали Все были Не просто переживали Все спешены были Понимаете Спорт это У спорта нет границы Вот если Мы сейчас начнем Охватывать Кто его поддерживал Я буду сейчас называть Имена по всем странам И континентам Кто о нем Позитивно высказался Ну мне было очень приятно Конечно Что Ну они Помогли Лешу Достать из тюрьмы Конечно Меня вызвали В кабинет опроса Два подполковника Губопа Нашего Минской области Они В общем Меня пробивали И думали Что у меня ОПГ И думали Что я какой-то Проплащенный Неактивист И думали Что у меня Меня спонсирует Варшава Нью-Йорк Пентагон Короче Я не имею Давая на политические темы Это прошу Отравить Я говорю Ребята Извините Конечно Это маразм Ну и все Мариновали Мариновали Потом Уже Это была пятница В 10 утра Удергивает меня Подполковник Подполковник Губопа Поговорил Говорит Ну пробили За тебя Оказалось Что ты адекватный Ну Нам сказали Пробили Адекватный человек Мол Оказался Не в том месте Не в то время Типа Того Вот И выходишь Под домашний арест Но с условием Что Никуда не ходишь Сидишь дома Нигде не появляешься Не дай бог Опять появишься на акции Типа Никаких интервью Не даешь Я на крыльце стояла одна И я ждала Когда Его выпустят Наверное Из-за шока Я не кидалась Если мы там На шею Я просто его Крепко обняла И я хотела Чтоб мы поехали домой Вышел он В отличном настроении Улыбался Мы приехали домой И конечно К нам приехали Куча друзей Я быстренько Там приготовила Какой-то стол А он рассказывал Как все было На самом деле Шуточки Его прибауточки Я сидела Плакала А он Шутил Швы конечно Он показал Показал от пуль Вот эти все Вот ранения Они еще долго Будут напоминать Об этих всех событиях Может быть конечно Какая-то душевная травма У него Ну Нам он как бы Всегда на позитиве Он сильный человек Поэтому на вопрос Как там здоровье Нормально Его дело Переквалифицировали С залога На домашний арест С 9 вечера До 6 утра Он должен находиться Непосредственно дома Выезжать Из Вот получается Из дома Только по каким-то Важным делам Там школа Садик Ну какие-то может быть Коммунальные Платежи сделать То есть там Банк Максимум магазин С 9 до 10 Он звонит в РВД С 9 до 10 вечера Он тоже звонит в РВД И следователю Он звонит в какое-то там время То что вот Все нормально Он дома Тяжело ему было Он все Думал что вот-вот Недельки 2-3 посижу Потом ему разрешат Тренироваться Где-то в зал Ну а потом уже Когда месяц прошел Ему сказали Что ну в зал Забудь все это То есть для него Не тренироваться У него начинает ехать крыша Конечно же Ему не могло Быть хорошо Сидя в 4 стенах Когда он привык Всегда тренироваться Делами заниматься Но я не могу сказать Что он опустил руки И считал Что все уже кончено Я всегда Я его помню позитивным Хорошо настроенным Когда он вышел У нас разговор был Телефонный Дождемся суда Там разберутся Буду восстанавливаться Ладно Что на это обращать Давай вперед смотреть Все Мы начали смотреть вперед И ждать суда Тяжело было Тяжело Но он вид не показывал Виду То есть держался хорошо То есть бодряком То он там песок какой-то бросает То он там рубит То он деревья садит То есть всегда при каком-то деле Ну вон дрова сзади Большая куча Ну Леша такой он По дому На коленях Эти сорняки вырывал Если уж совсем заняться Нечего было У них в семье жены Произошла трагедия Старший брат Ослужив 22 года в милиции Умер А до этого умерла его жена Это все болезнь Жена по болезни У него случай трагический Там сердце И трое детей Трое детей Осталось без родителей Трое моих племянников Родных остались Да одни И я позвонила Леша Леша был тогда в Абу-Даби С Романом Долидзе И я ему сказала Что вот такая ситуация И он сказал Что давай брать Я тогда ехала На семейный совет И я включила Лешу По видеосвязи И он присутствовал на этом совете И мы сказали Что будем брать детей В другом и ну никак У него не было сомнений Он знал Что так нужно Не было у него такого Чтобы какие-то раздумия Что-то подумать Там не подумать Он сразу сказал Да Это Ну Имея своих двух Ну дочек Как бы взять еще Троих детей Мы сами понимаем Пять детей Семью Тем более уже Что Ну там Не совсем они уже Там грудные дети Ну это Просто человек С большим сердцем Без восхищения Как бы Ну не скажешь В наше непростое Как бы время Но это надо быть Очень-очень сильными Очень такими Людьми Те которые Ну верят Верят в себя И Знаете Он всегда был Ну как бы Он такой добродушный Весельчак Но вот За всем этим На самом деле Открывалась Огромная Рассудительность Взрослая такая Мысль И сильные поступки Поступки Лехина Говорят Говорят Тут много говорить Не надо Вот просто Как оно есть Вот просто Посмотрите вокруг Можно много говорить Что там Вот я бы тоже Там взял Там этих деток Там вот Если бы такая ситуация была Можно говорить А Леха взял Он пошел на суд Разговаривал с судей На белорусской мове И где-то Выскочило В интернете О том Что у Леши был суд И ему назначили штраф И все выдохнули Давай нам звонить Поздравлять О том Что все хорошо Пришла новость Что ему дали Там штраф Какой-то Ну административный Я уже как-то думал Ну уже вроде хорошо Слава богу Что все Все закончилось Для него Я такой Фух Ну слава богу Может быть Как-то так его пронесет Но это только Административная часть дела А уголовная все еще висела Алексей сам ничего не знал Постоянно Я у него приезжаю Говорю Ну что там Назначили Когда там суд Он говорит Даже не звонят Ни со следственного Ни с прокуратурой Напряжение было Да Действительно такое Что неизвестно Что они предпримят Он немножко так закрылся Я вижу Что он переживал Мысли гонял Какие варианты Он надеялся До последнего Что возможно Его не посадят Да такого не может быть Столько всего работы проделаны Он же пошел на сделку Со следственным Всех кто его убивал Топтал Гноил Он всех простил За три месяца домашнего ареста У меня не было Ни одного нарушения Мы написали Ходажевскую прокуратуру Следователь при нас Обзванивал из кабинета Потерпевших Были предпринимательные расписки И они сами сказали Что не были претензии Что я им освещал ущерб Морально Так и материально И вот последний Майорк Который готов Делал прокуратуру Он сказал Что он ничего не может делать Что только высшее руководство решает Хотя по закону Следователь Умеет на данном этапе Следствие И имел право Закрыть дело Примирились Потерпевшие Посят мне доказывать Дело закрываете Все Все размещено Все Он никогда не привлекался Какой-то там Административной ответственности Он был законопослужным гражданином Понятное дело Что он много сделал Для развития спорта И здорового образа жизни Популяризации нашей страны На международном уровне Он сделал огромный шаг Даже несколько шагов Но в развитии Именно белорусского спорта Благодаря и Лешке В том числе Знают на международном арене Что такое Беларусь Где она там И не раз поднимался И не два И не три И не четыре И не пять Флаг Белорусский Для страны Для страны Он сделал очень много Когда ты приносишь Два ведра медалей В страну 20 лет дерешься Под флагом Страны Занимался Как бы тренерской деятельностью Постоянно Какие-то семинары проводил Участвовал В каких-то мастер-классах Ну принимал Такое полноценное Участие В развитии Единоборств В Беларуси Леха Это Эталон Наверное Эталон такой Показательный Показательный На весь мир Беларусь Крепкий Здоровый Любит свою родину Ну патреуд Одним словом Что и что там говорить У меня хватает Компетентных людей В погонах И которые люди Уже на пенсии В погонах Которые мне Четко Достоверно Изложили ситуацию Что Леха Невзирая на твои заслуги Поедешь ты Не важно Что 5 лет Детей Не важно Какие это Ну я сказал Слуги Поедешь ты Минюм от трех Ну средней Четверку Теб лет И Запахло Уже жарик Тут Образно говоря В человека Пластиковую бутылку Кинули Сотрудника Там человека На 5 лет На 6 закрыли Хотя вроде бы Никакого-то Става преступления нет Ну а тут Такая ситуация Понимаете Но он до последнего Не хотел уезжать Вот он любит Свою молодечную Любит у него Друзья там Ты вкладываешь душу Сюда Это все Это вот И надо И надо уходить От этого То есть Это очень конечно Неприятно Последний он очень переживал Как я останусь одна Справлюсь ли я И как-то я даже сорвалась И сказала что Я справлюсь Ну я уже за этот год Столько всего пережила И ты должен верить в меня Я еду в миск И мне тут звонят Там Виталия Ватславович Говорю да-да-да Говорит Это говорит Из молодечнинского суда Завтра говорит Вам в суд не надо Говорит Так как говорит Алексей говорит Объявлен в розыск Говорю ого Говорю Ну и хорошо Говорю тогда Спасибо говорю За хорошие новости Говорит До свидания Мне позвонили Суда Спросили Где Алексей Я говорю Я понятия не имею Я говорю Я в командировке Мы же вместе не живем Я потихонечку Стал готовиться К конкурсию На европейские берега Субку я ничего не сказал Бросай Молодец Правильно сделал Для того Чтобы он Мог заниматься Своим любимым делом Продолжать Свою спортивную карьеру Зарабатывать деньги Для своих пятерых детей Что тут нужно сказать Красавец просто А сейчас поговорим О другом чемпионе мира По кикбоксингу И тайскому боксу Алексею Кудине На прошлой неделе Стало известно Что он вынужденно Выехал из Беларуси Сейчас я нахожусь За пределами Республики Беларусь Поэтому я в безопасности Мне сейчас ничего не угрожает Он долго ехал Там Чуть ли не действительно По этим багажникам В лесу там один стоял Говорит И даже деньгами махал Чтобы его подвезли Вот такое Говорит Незаправки То есть такой Он долго добирался Практически там Сутки добирался И вот когда я Узнала Что он добрался Вот я очень волновалась Чтобы он Все Он был в безопасности Мне было все без разницы И первый раз затопила Камин сама Полдня, наверное Его пыталась топить Всю бумагу В доме сожгла Вообще Я этого делать не умею И когда у меня получилось Падал снег Не было в прошлом году снега И тут падал снег Дети были у бабушки Я что-то по дому делала И я включила музыку И плакала Уже вдоволь Так наплакалась Тогда, когда уже Меня никто не видел Витаю вас Мои поваженные сябры И шановные сподарства После моего интервью Прошло уже шмат часу Али я знов и знов Отрывлю от вас Теплые слова Патрымки И я вельми Загатай вам удячный Побучайте за то Что не могу Одразу вам Всем отказать Бо вас вельми шмат Али я обецаю Что откажу Кожму из вас На ваши питания Так само Хочу повинствовать У всех вас За доходящим Новым годом Только мы Отказаны за то Якая будущая Будет у наших детей Нехай каждый из вас Устаня Уполнен рост И скажет Я беларус Я вольный жахар Своей краины Я упоминен тем Что вся наша мощ У нашем единании Планы однозначные Вернуться Я потрясаю Своей страны Потому что Я обязательно Вернусь В свою страну И буду нормально Развивать Наши спорт Своей стране Выступать За свою страну Думаю Я уверен Что ближайшие Два-три месяца Закончится И уже весной Я вну дома Все дела Пересмотрятся Все эти Бредовые Фейковые Повороченные статьи Уберут Не только мне И людям И будем дальше Нормально Закладно жить И развиваться Своей страны Он хочет домой Он очень хочет домой Сказал сразу Когда уезжал Я вернусь По-любому Мне нравится Беларусь Я буду здесь жить Я говорю Может где-то так Заберешь семью Переедешь Он сказал Нет Я буду жить здесь Он может сделать Еще много Сделать много Благотворительных Проектов Хороших Помогать людям Быть Примером Гражданина В любом обществе Он может сделать Только Добро Для своей республики Для своей семьи Воспитать детей Так что я бы Очень хотел И Леха Дальше Прославлял Свою республику Я очень надеюсь Что со временем Удастся правильно Разрешить это все И примутся Здравые решения Потому что Нельзя Все аннулировать Все что он сделал Для своей страны И принимать И смотреть на вопрос Однобока Все понимают Что ситуация Сложная Ситуация Надо разбираться Но Леха Не тот человек Который Все это сделал С агрессией Он туда не пришел Вооруженный У него не было Камней в руках У него не было Плакатов Не он к ним пришел Это они К нему пришли Вооруженные Жизнь живет Там человек Все знают Что вот он Ну Такое лицо Этого города Все ждут Какой-то поддержки И тут знают Что есть такой вот У них гигант Спортсмен Чемпион Добряк Честный Ну Ему даже Не позволяла Совесть Сидеть дома Спрятаться Ну Ждать пока Что-то закончится Наверное Все-таки Ему нужно было Что-то там Как-то Может быть Даже неуклюже Но помочь Все из нас Могли попасть Такую ситуацию Понятно Еще как Я бы отреагировал Я еще Гораздо Более Вспытчивый А ситуация Была действительно Очень сложная У него было Некуда Деваться Они заставили По большому счету Его применить Приемы Самообороны Повторяю Вот что произошло С Алексеем Я бы сказал Это с каждым Из нас Может произойти Даже вот Ну пускай На его место Сотрудники Себя поставят Вот закончил Ты службу Ты вот в городе Находишься У себя В поселке В деревне И вот к вам Приехали Спрятаться На рыбалку Уехать А бы со мной Ничего не произошло Многие так сделают А у кого есть стержень Кто хочет разобраться Кто хочет Не допустить Чего-то Кто хочет Повлиять Своим авторитетом На этих людей Алексей же Подошел к ним Чтобы как-то Повлиять на них Чтобы они Своим насилием Дальше не продолжали Я бы хотел Чтобы люди И дальше Понимали Он не преступник И он никогда Им не был «Ищно», «Ищно» «Др Сыне» Субтитры создавал DimaTorzok